Стало уже хорошей традицией, что в канун Великого Дня Победы картинная галерея в своих стенах встречает гостей – ветеранов труда, людей, чье детство выпало на лихие военные и послевоенные годы. Тех, кто до сих пор хорошо помнит, как это голодать, ждать вестей с фронта от отцов и братьев, утешать и поддерживать маму, на плечи которой выпала тяжелая вдовья доля. А еще они помнят, как гремели победные салюты, как люди плакали от счастья, радуясь, что кончилась эта проклятая война. Они быстро повзрослели, и на их плечи легла вся тяжесть восстановления и расцвета страны. Но за великим множеством забот эти люди всегда помнили и учили помнить своих детей о тех, кто ушел защищать свой дом от врага, и ценой своей жизни завоевали для нас право на жизнь и свободу. Теперь уже внуки детей войны, как эстафету, передают память о том, какой ценой завоевана победа молодому поколению. И вместе с ними они учатся не просто уважать свою историю, но делами доказывать детям войны, что они ее знают, помнят и ценят. Вот уже третий год на такие встречи с детьми войны приходят и дети из Фурмановского детского дома. Они очень ответственно готовятся к этим мероприятиям. Трогательные и проникновенно читают стихи, поют песни. Даже самые маленькие из дружной семьи детского дома очень трепетно относятся к теме войны. Потому что в Фурмановском детском доме большое внимание уделяется патриотическому воспитанию детей. На базе детдома создан и активно работает уже шестой год поисковый отряд «Русичи», который занесен в официальный реестр поисковых отрядов России. Находки, сделанные ими в поисковых экспедициях, стали основой для экспозиции, а пули еще прилетают оттуда. Эта экспозиция расположилась в отремонтированном подвальном помещении картинной галереи. Открытие специально было приурочено Дню Победы. Эта идея достаточно давно витала в облаках. И сегодня при поддержке и поисковых спасательных отрядов, поисковых отрядов, общественных единений, краеведов, просто неравнодушных людей, мы сегодня здесь, в стенах картинной галереи, открываем выставку, открываем экспозицию, открываем, может быть, это будет первым шагом к определенному музею в стенах картинной галереи на территории нашего района, именно по патриотическому воспитанию. Много людей, много событий, много историй прошло, в том числе и на нашей земле. И наша святая обязанность чтить подвиги, чтить память тех людей, которые участвовали в тех или иных событиях. Искренние слова благодарности всем, кто принял участие в создании и формировании сегодняшнего нашего мероприятия и этой выставки «Начало музея». Уважение к ветеранам, уважение к истории своей страны в нашем доме, который стал для многих ребят родным домом, это идеология. И поисковый отряд, это, наверное, наше сердце, которое работает весь год по обращениям граждан, а каждое лето выезжает на вахты памяти, где ребята через свои руки пропустили тонны земли, чтобы поднять вещественные свидетельства войны. И когда мы приезжаем, мы очень рады, когда нас приглашают одноклассники наших ребят, когда нас приглашает общественность о том, чтобы рассказать это. Потому что, наверное, именно благодаря этому в интернете появится меньше обращений в адрес молодежи, что вот они какие плохие, ничего не помнящие. Наверное, это от нас с вами зависит, что они помнят, как они помнят и что они знают. Для нас 9 мая – это тоже как эпогей вот того, что мы делаем. Поэтому мы искренне поздравляем всех вас с этим великим праздником нашей страны, здоровья вам, благополучия. Ну а наш дом всегда гостеприимно распахнут для всех, кто идет к нам с открытым сердцем. За время работы поискового отряда у Русичей появилось много друзей со всех уголков России и постсоветского пространства. На их счету поднятые с мест боев и захороненные на полях славы солдаты, найденные и переданные родным сведения о солдатах, погибших в годы войны. Участие в различных проектах всероссийского уровня, благодарности и грамоты, идеи сохранения и передачи памяти о погибших воинах в этом детском доме живет каждый воспитанник. Все желающие могут посетить открывшуюся выставку, в которую вошли находки Русичей с поисковых экспедиций, экспонаты, картинные галереи, личные вещи жителей города. В дальнейшем планируется в этом помещении создать постоянно действующий музей боевой славы.